Напоминаю, что это с Цусимского сражения первый флагман российского флота, который был поражен в бою. Уничтожен фактически. Даже если какой-то столб дотащат с надстройками, то все равно. Не терял больше, краснознаменный флот не терял больше флагманов своих, даже в страшную Вторую мировую войну. И даже в Первую мировую не терял. Только Цусима и вот Москва. А кроме того, это самая крупная надводная цель, которая поражена с 45-го года вообще в истории военных конфликтов. А кроме того, по способности, по металлу, по экипажу, по требухе, которым туда засунули, это примерно танковая дивизия, только с побольше огневой мощью за счет ракет крылатых и так далее. Считайте одним махом танковую дивизию. Он действительно обеспечивал ПВО. У него там было изрядное количество комплексов типа С-300 морского базирования. И зонтик, конечно, он давал прекрасно. А кроме того, тут же надо понимать еще такую замечательную вещь, что это же флагман, там же штаб флота находился. Или, по крайней мере, представители штаба флота. На флагмане всегда есть флаг офицеры флота. То есть, это там, как представители штаба, которые осуществляют непосредственно управление морской группировкой, находясь в море. И вот что с этими представителями, большой вопрос. Потому что, по одним данным, спаслось там 14, по другим 50. Из экипажа 510 человек и еще неизвестное количество. Это что, как экипаж? Сколько там ело старших капитанов первого ранга и адмиралов кушало на борту? Субтитры создавал DimaTorzok